Внимание! В игре ARK новый сервер Lost Day с глобал-модами Primal Fear и Anunnaki Genesis. На PvP-сервере кастомные пещеры на карте Рагнарог и возможность рейда новыми Дина. Удобные рейты, дающие возможность влиться в любое время. На PvE-сервере вам доступны как средневековые, так и модернизированные постройки. Новая Дина и смена ландшафта разнообразят игру, а возможность видоизменять персонажа приятно удивят каждого. А по промокоду MORIBITO100 ты получишь 100 рублей на баланс игрового магазина. Не упусти свой шанс и посмотри всё своими глазами. И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр и я продолжаю играть в ARK Survival Valve. Всё так же на фердах. И сегодня мы пойдём, я думаю, помирам. Помирам, помирам, но главное, чтобы не помирам. В общем, а ничего за кадром-то и не было. Я тут что-то потусил, побегал, немножечко тропки какие-то залутал. И всё по сути, а ну да, а этом коллектор единственное, что поставил, чтобы говняхи собирал. А то что-то фиомка старается, а говняхи исчезает. Вот, поэтому поставил это и пускай. Пускай будет. Так, что я могу сказать. Попробуем. Попробуем. Попробуем всё-таки сгонять на Дезмонде. На Дезмонде. Блин. Так я только уже не сковеркал. В общем, попробуем сгонять на нём. Да, ладно. Без ускоряшек лучше. Поверяем. Вот, и посмотрим, сможет он летать в мирах или нет. Пока сюда летел, завалил троих альфа-рапторов. Ну, там, 15-й левел. Вроде бы все три были, на два точно. Ну, хотя бы инструменты прикольные. Рун не очень. Но я хотел проверить кровь, как с них дропается кровь. И да, с них дропается кровь, как с обычных мобов. Ну, то есть не сильно. Так, я хотел в Асгард. Ничего не знаю. Ой, блин. Это, конечно, мишно. Вот. Но я хотел в Асгард. Если не ошибаюсь, это вот этот телепорт в Асгард. Урон. Кстати, по 1700 мочил по альфа-чет. Да, в Асгард. Ну, туда первый раз попал. Первый раз там всё увидел, поэтому хочу туда. Уж что, телепортируемся. Именно хочу через телепорт попасть, чтобы было, ну, как-то более, как-то вот, более как-то логично, что ли. Так. Жаль, жаль, жаль. Во-первых, застрял. Опять ты стал застревать. О, отлично. А, нет, 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 кайф, кайф, кайф. Просто я подумал, раз в пещерах он может летать, может, и здесь он может летать. Ну, как бы логично, раз обычный один из него, кайф, он летает. Нет, конечно, клёво. Вот, насколько, насколько для меня было сильное удивление, когда я узнал, что, ну, то есть, боссы, да, это ещё я играл на центре, на центре боссы, они находятся на какой-то другой локации. Так, давай гамма включим, дефолтный, вот, так получим. То есть, они на какой-то своей локации, где-то там что-то, и пусто к ним не прийти. И вот с такого, да, то есть, маленькой локации всё перекочевало, вот, ну, грубо говоря, в некую карту дополнительную, да, где можно бегать спокойно, лутаться, и не только. Прикольно. Ну, летунчикам, конечно, намного удобнее путешествовать по карте, прям очень намного удобнее. Мы видим мамонтов, кстати, давай посмотрим, вот, 140-го левел мамонтов, что надо 100 кровушки. Ну, вот, кстати, за Раптора я примерно 15-го Альфа-Раптора примерно столько и получил. То есть, кровь прям вообще никак не увеличивается. О, это Альфа-Раптора, я смотрю, только красненьким светится. Вот, это я понимаю. Всякая фигня, ноутал. Так, кто у нас тут есть? Эндрю Сархи, да? Сархи, получается, всё-таки. Блин, прикольно, такая пустынная локация, грубо говоря, ну, то есть, прям, такая ровная площадочка, кайф. Но, чё-то они все какого-то мелкого левла. А вот интересно, а, допустим... О, руины. А, допустим, через вот это вот, он находит... Эндрю Сарх, допустим, да? И, ну, удалай дистанцию. Ага. Ага, то есть, он находит даже Динсов, который находится вне локации. А, погоди... Ну, вот, допустим, так, да, Эндрю Сарх... А вот этот... А вот этот на высоте 5000 километров. Ну, кстати, да, мы находимся под карты, благодаря этому моду мы можем знать, что мы находимся под официальной картой. Рекинь, 5000 километров, мать твою, за ногу. Так, ну, понятно. То есть, он показывает абсолютно всех Динсов на карте. То есть, неважно, ты где находишься, ты видишь абсолютно всех Динсов на карте. Окей, с этим разобрались. Блин, классная постройка. Ну, вообще, в целом, то есть, эти достопримечательности... О, Мэйвинг! Здорово! Ого, 145 Мэйвинг! Хм... Блин, притомить, не притомить? Вот в чём вопрос. Офигеть! Здесь ещё такие разноуровневые. Стики надо, наверное, ускорялку себе брать, чтобы быстрее летать. Уау! Он умеет планировать, то есть, как грифон и так далее, да, то есть, вот это... Но планирование у него просто, то есть, резкий спуск вниз. О, здорово! То есть, у него просто тупо резкий спуск вниз. То есть, он как... Как грифоном у него не получается подняться вверх. Но у него идёт просто резкий спуск вниз. Я нашёл какую-то пещеру. Так. Я, конечно, сейчас какой-то хрень сделаю, но... Так. По 500, да? Ну, смотри, сколько я крови добываю с него, прикинь? Офигеть! Это будет долго времени. Никист, он так джарил полторы тысячи хпшечки мне сразу же... На! Под брюхо называется подлез, дебил. Ну, смотри, вот! И сверху главное бить. Не под брюхо подлазить, не подлазить под брюхо, короче, а бить сверху. 5 минут полёт нормальный. Ну, как 5 минут, я не знаю сколько. О, 2400 всудил! Вот это, конечно, да. Но... Вот, постоп, я еще ни разу не останавливался. Единственное, что у меня тут аргентавис попал под удар, и, соответственно, ну, я его сожрал. По-другому это не назвать. Но... Выносливость, как видите, нормас. Это никаких не ускорялок, ничего, то есть у меня нет. То есть выносливость заканчивается так, как положено ей заканчиваться. Крови, конечно, 2000, это ужас как много. Но... Но... Я вижу цель, не вижу препятствий. Я хочу попробовать завалить его. Это, конечно, будет кайф, если получится завалить. Оп, я что-то сомневаюсь, что это много, получу опыта, конечно. Вот, но... Но я хочу. Я хочу. Это самое главное. 60 тысяч хп. Я отлетаю, чтобы восстановить выносливость. Очень много крови. Если вот сюда глянуть, что мы здесь видим, 6000, ну, короче, 6-700 крови. Это, конечно, дофигища. Он еще ударил по мне. Вот, здоровье, видите, сколько у меня. Вносливость, видите, то есть прям вообще. Без понятия, как он восстановит здоровье все еще. Ну, вот видишь, что он опять похилялся как-то. Вот, когда появляется, значит, ну, как-то похилялся. Возможно, как-то, когда ты останавливаешься, отдыхаешь, и все в таком духе, он как-то хиляется. Но, черт его знает. Ну, похилялся не только я смотрю, похилялся и он тоже на 2000. И самое главное сейчас не попасть под удар. Соответственно, нужно залезать так же сверху. И бить так же сверху. Аккуратненько, не торопимся, бьем по хребту. И уже, как видишь, все, что он восстановил, я уже успел отнять и даже больше. Так, осталось чуть-чуть копейки. Если что, у меня мышка какая-то, чуть не новая мышка. А, Свен какая-то мышка. Не так уж много крови, я пока его убил, больше крови добыл. У меня мышка Свен, и у нее есть клавиша, короче, RXG850. У нее просто есть клавиша, которую просто зажимаешь, и она делает клик-лик-лик-лик-лик-лик-лик. Ну, вот замечали, когда я раскидываю статы или еще что-то, она делает клик-лик-лик-лик-лик-лик. И, благорели этому, я его убил. Нет, я бы не стал вот этим заниматься, честно. Вырабатывают ресурс мышки просто тупо для того, чтобы поэкспериментировать. А что будет, я бы не стал. Ну, вот, поэтому, как бы, это стоит тоже учитывать. Так, ну, мне эти точно не в чем. Ну, хотя давай вот это вот надеть. Вот это надеть, ну, ты ж крутой такой. Вот как-то. Так. А теперь погнали в пещеру. Я хочу проверить, что там. Ешкин кот. Я ловела не прокачал. Я ж теперь весь такой из себя прокачанный. Давай, здоровье, лишнее мне будет. Здоровье никогда лишним не бывает. А у тебя урон. Урон. Здоровье, как мы выяснили, нормас. Главное, не подлазить под удар. А вот урончиком можно и подкачать. Да. Неожиданно, короче, поворот. Летел просто попутешествовать, а в итоге, конечно, да. Кстати, если выключаем похищение жизни, да, допустим, и хаваем, допустим, тебя. Съешь все равно протухшее мясо. Короче, он, кроме протухшего мяса и, ну, и простого мяса, он ничего не умеет добывать. Вот, скажем так. Ну, след... А, у тебя выносливость он сбил, скотина. Кстати, а что вот это за цветочки? Ну, давай, 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 поближе подлети. Пока восстанавливай выносливость. О, да твою мать, серьезно? Да пошел ты. Ну, хотя бы мне, конечно, это был, но... Так, стой, 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 стой. Раземлите. Ну, то есть, никак, да, вас не собрать? Жаль. Ну, они просто так выглядят, я подумал, ну, мало ли, вдруг это цветочки. Увы, увы, я не нашел места, где залутаться цветочками. Так, погнали в пещеру, посмотрим, что здесь у нас внутри. Так как это дезмот, он может летать по пещерам, так что я не боюсь, что я слечусь с Светлан. Что очень... Очень... Пошел ты. Давай! Это пещера грозовых виверн! Я точно, все, я понял. Это же эти... То есть, в каждой локации, то есть, вот на Асгарде есть пещера грозовых виверн. И здесь только грозовые виверн находятся. То есть, если хочешь полутаться яйцами виверн, тем более грозовых, к примеру, то вот Асгард туда и только... Точнее, сюда и только сюда. Ну, вариантов просто не было, надо было убивать. М-м-м, да. Я не хочу, чтобы по мне набили лишний раз. Окей, неплохо. То есть, вот. Ну, да, здесь только на Дезморе, без вариантов, летун нужен. То есть, либо, короче, крюкошка и пытаться как-то что-то где-то, либо вот Дезмот и все. И лутаешься. Ну-ка, давай глянем, что есть вообще у нас есть. Вот еще есть вивернички. Ну, хотя бы здесь вообще есть яйца. Давай глянем. Заспавнились, не заспавнились. По идее, им же нужно время, чтобы заспавниться. Теоретически. Ну, здравствуй. Опачки. Не-не-не, спасибо. Да, он, конечно, жесткий. Ох, зелененький грозовая виверна сотового левела. Была. Нифига себе. Это я, короче, за него зацепился. Я понял, здесь нужно аккуратнее быть. Здесь как с грифонами. Он немножечко цепляется за что-то и может начать приземляться. Ну, слушай, я пока что яиц не вижу. О! Добрый вечер, 55-й. Вот, пожалуйста, 55-й левел. Мне, конечно, не к чему, но вот, пожалуйста, яйца есть, все хорошо. Ну, кстати, немного. Немного. Место, в смысле, хотел сказать, задумался. Немного места для виверн. Вот, три виверны. С одной стороны вроде бы мало, но с другой стороны это вполне нормально. Кстати, а что у нас здесь? Это же не вход. Это дальше что-то. А, ну, здесь просто типа пещера, да? Там же нету какого-нибудь прохода скрытого, да? Наверное. Наверное, нету, но давай проверим. Нет, нету. Здесь есть в пещерах такие места, где нужно камешек разбить, чтобы туда пройти. Ну, не обязательно здесь, а вообще в целом в игре, на этой локации. Ну, погнали наверх, смотреть, что дальше. Конечно, да, прикольно. Пещерка, все дела. И у меня что-то, я смотрю, вес забитый уже прям сильно. Это что, кровушкой так забит? А, нет, тухлятушкой так забитый. Ну, тухлятушку можно и выкинуть. Чуть-чуть. Та, и бляха, в муху кровь выкинул. Не, вот за кровью надо вернуться. Так, ну, получается, грозовые вверны у нас на краю карты. То есть, вот я добрался к краю карты. Ну, там вниз спускаешься, и грозовые вверны. Хочу просто посмотреть, примерно, какая локация плюс-минус. И что-то мне подсказывает, это... Ну, то есть, вот эта вот вся желтая территория, и это вот эта будет территория. Ой, это не та кнопка. В общем, что-то мне подсказывает, это не маленькая территория будет. Но хочу посмотреть. В целом, что здесь еще есть интересного. Кроме красивой обстановки, куча мест под застройку, только же здесь летунами нельзя бегать, и постоянного дня, походу, дело. Кстати, нет. Вот уперся и верхний потолок. То есть, не вся желтая территория, это будет территория этого мира. Ну, по крайней мере, по которому можно летать. Ого! Смотри, какая тут постройка! Кайф! Красивый, красивая постройка. Вот, находит на этих координатах, можете увидеть ее. Ну, понятное дело, это координаты Асгарда. Блин! Блин, жалко ты! Ох, красиво! Жалко, конечно, только постройки нету там. Я бы в такой построился. Вот, смотри. Кайф! Сразу заходишь, такая тишина. Спокойствие. Два входа. Угу, такие обрамленные хода. Все нормально. Забор, конечно, кайфовый. Каменно-деревянный забор, это прям мое уважение. Обожаю такое дело. Это вот каменно-деревянный. Твою ж, это деревня! Ё-моё! О! Кайф! Тотема. Ммм, красота! Вот, ради такого суда точно стоит прийти. Причем не просто так вот по видео посмотреть, а вот самому полюбоваться. Что ты здесь увидишь тогда? Но это стоит учитывать, если тебе нравится вся вот эта вот тематика. Тематика викингов, тематика древней Руси. Это очень того стоит. Ты столько здесь всего видишь, это прям класс. Словом, конечно, это не описать. Это прям кайф. Да, конечно, жаль, графиком не топываем. Что ты поделаешь. Я хочу в ближайшее время попробовать, ну, как попробовать, купить 3073i RTX и смотреть, посмотрите уже, как будет все это дело тянуть. Блин, класс. Класс, класс. Деревья прям кайфовая. Захожу в каждый дом для того, чтобы увидеть, ну, а вдруг здесь что-то еще дополнительно есть. Нет, ну, это просто постройки. Но это постройки, оно того стоит. О, ты там вообще друг на друга повернуты. Блин. Кайфовый. Почему я говорю, что викингов именно в Древней Руси, потому что, ну, без шуток, очень много племен викингов, это были славянские эти племена. Поэтому от этого, как бы, ну, никуда не деться. Эта история нет, и от этого никуда не денешься. Поэтому культура, пересекающаяся, это факт. Блин, классно. Класс, мне очень это нравится. Вот это самое атмосферное деревня, которое только я мог увидеть. По крайней мере, вот такую деревню прям охота построить. Тут прям без шуток. Прямо. Это уже даже деревня не назовешь. Это уже хорошее такое поселение. Прямо чувствуется главный дом. меньше рангом, еще меньше рангом, то есть прям вот ощущается вот это вот все. А что там такое зеленое все? Кайф, надо будет сходить глянуть обязательно. Обязательно надо глянуть, и кстати, да. Ночь наступает, черт побери. прикинь, прикинь, наступает ночь. И что тут по времечку? Да, ночь наступает в то же самое время, как и это на основной карте. Тайф. Красота. Яркость не прибавлял, все так же на дефолтной гамме, а не вот дефолтная гамма, вот, и это просто светящиеся деревья. Прикольно. Ну, давай гамма все-таки прибавим. О, газбаксы. Стая газбаксов. И просто светящиеся деревья не больше, не меньше. Прикольно. Ну, я сейчас не знаю, что меня может удивить. Вот, вот, после увиденного я уже не знаю, что меня может удивить. Вот, честно. Но, я хочу облететь всю карту. Ну, всюду, весь Асгард. Настоящий Асгард бы облетел, но вот этот условный Асгард я облечу. Посмотрю, что здесь да как здесь. Может, еще что найду. Хм, в воде какие-то синие кристаллы. Там что-то синий увидел на горизонте, туда обязательно подлечу. А что за синие кристаллы? Интересно, это просто обычный тупо кристаллы или что-то другое? вообще летел туда к красненькому чему-то. А, это просто обычные кристаллы что ли? Ночи на это смахивают, да. Просто сверху они типа так светятся. Да, это обычные кристаллы, но прикольно. Просто не так в темноте светятся, что кажется, что это что-то такое прям необычное. Да, придай хорошего света какому-то предмету и оп, он у тебя уже выглядит магически. Да, вот собственно как это выглядит без воды. А вообще вот сюда лечу. То есть руна, да? То есть руна еще и в этих мирах тусует. Ну блин, классно. То есть собери все руны, облетай все миры. Ну хорошо, допустим. Так, надеюсь, у вас сейчас справа на экране не появляется надпись что-то у меня за надпись-то. А, вот русская клавиатура США клавиатура. Просто если зажать alt и нажать shift у меня переключается долбанный язык на клавиатуре. И справа появляется зажатая клавиша появляется надпись. Надеюсь, на записи этого нету. Ну если есть, но вы знаете какие я языки переключаю? Английский и русский. Да. О, смотри, нашел место, куда он упирается. И он как-то вот так плавно сужается. То есть это вот неровно. О, угол. Нашел угол. территория. Ну то есть мать твою за ногу. Ну это не четверть, конечно, это примерно десятая часть карты. То есть прикинь, у тебя есть карта, еще три локации, которые как десятая часть карты. Десятая там, восьмая часть. Ты еще у тебя сверху пол карты, грубо говоря. вот по-моему что-то безумное. Но блин, это клево. Это клево, что люди эту карту создавали обычные люди, обычные мододелы, и это потом уже ее добавили. Ну кстати, вроде я читал, есть отличия между Fjord Mod и Fjord DLC. Или это Телси называется, типа просто дополнением. Но не суть. Суть в том, что вроде как есть отличия, и типа это создавалось просто людьми. Это как так, яркость уберем. Это как на аберрации, да? Когда вниз спускаешься, где вот радиация, все дела, ну вот, как на карте аберрация. О, тени гриви тусуются, кайф. Здесь может тени гривов потомить, значит, неплохо. Но по идее, это последняя карта от всего. И естественно, здесь будут запиханы все диносы. Ну, чисто из логики, типа, запихнуть абсолютно всех, чтобы у тебя было на твоей локации, чтобы у тебя, на твоей карте у тебя было все диносы, чтобы тебе эта карта была самодостаточной. Ну, по крайней мере, это логично так сделать. Эй, что это такое интересно? А, простой металл. А, затягушки. Вызвал богомолу и увидел какие-то цветочки непонятные. Ну-ка, что за цветочки? О, шелк. Клево. Так, металл. А, подожди, 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 подожди. Так, давай тебя до дома. А тебя из дома. Ну-ка. Мишаня, покажу, что можешь. Ну, не так уж много шелка. О, погоди, а ты у нас? а ты у нас древесина, по идее, да? Так, давай, вот это все залатаем. Да, ты у нас грибная древесина. Соответственно, хлобысь, куча инструментов в руках и поперла грибная древесина. Прикольно. Кстати, а если тебе дам серп в руке? Ну, кстати, да, плюс-минус тоже норм. Так, а ты у нас что-то такое. О, грибочки. Причем лутаются они топорочком. Серпом они не лутались. Ну-ка, киркой. Киркой тоже могу лутать. Прикольно. Ну, я добуду немножко металла. Немножечко залутались. Поперекидывал, кстати, в богомола все лишнее и можно лететь дальше. Ну, пока что впечатления у меня какие. Первое, красиво. Второе, много моблов. Третье, так сказать, не достаточно, а, так сказать, немало ресурсов. То есть, вот, допустим, металл есть, но он ограниченный. То есть, тебе, чтобы за металлом сгореть, тут нужно по кругу крутись, при этом еще мобов убивать так немало. Вот. Сказать, что это плохо? Нет, ничего не сказать. То есть, если хочешь покачаться, прям огонь места, большие ровные площадки, горцуй, воюй и все в таком духе. То, что надлетать на обычных девенадцатых нельзя, это фигово. Почему? Ну, потому что, допустим, построиться здесь уже точно не получится. А с другой стороны, твою мать, мы еще и над морем летим. Офигеть, короче, здесь очень, это не одна восьмая карта, это просто тупо четверть карты. Да, в общем, прикольная локация, но было бы еще круче, если можно было летать на обычных динусах, и там еще что-ли дальше. Подожди, а это лес? А может, это вторая карта, но типа но в лесах один? Мои мать, есть вообще каждый мир такого же размера. Нет, здесь намного больше, чем я сказал. Здесь очень огромная локация. Это я поначалу думал, что вот так вот. Да ты посмотри, где мы уже тусуем. Мы тусуем над морем. То есть уже просто перевалило за четверть карты. логично. Она будет квадратная эта локация. Соответственно, я даже летя по диагонали, я ооо, кайф. Вот эта деревня однозначно кайфовая. Почему? Ну, потому что здесь все на одном уровне практически. Блин. Кайф. У нее подход два моста к ней. О, руна. здорово. Классно. В общем, ну да, все то же самое, все то же самое, да, все то же самое. Кайфово. Ну, то есть, построить здесь, конечно, клево. Нет всяких нубасов, которые, бегают, допустим, вот это вот и все, то есть, здесь, клево, гача, класс, 150-го сразу с первого раза, но я их томить не хочу, с ними, как там, возьми много. Вот. Блин. Кайфово. карта клевая. Прям, тяжело подобрать какие-то определенные слова. Вот, другой там, а не, точно такой же. Вот, очень тяжело подобрать какие-то слова, потому что это очень с ушей сделанная карта. Вот, без шуток, прям, ну, ты посмотри, то есть, вот, казалось бы, зачем, да, вот этот заборчик делать, но, чисто из логики, да, этот заборчик должен быть. Да, есть какие-то вещи, которые ты, только думаешь, но, блин, но это точно, это точно не так. Но, ну, вот, пожалуйста, ограждение, хоп, и здесь, типа, идет, должен заборчик. Вот он, вход, и вот он, у тебя здесь огородик. Классно. Ну, кайф. Мне нравится. Ммм, а здесь еще больше гача. Ты посмотри, как около этого дерева, да, есть такой вот ориентир, они прямо вокруг него бегают. Прикольно. Речушечка, бобришек, не вижу. Значит, бобриных хаток нету. А то, волк, локал фиджер. Ну, давай взлетим повыше. Чего мы вообще увидим? Огромнейшая красная локация. Прямо огромнейшая. Ну, да, на красную локацию это одна лишь деревня будет, это понятно дело. Но, возможно, если только там что-то, а вот там что-то я бы глял. Нет, наверное, просто зеленое дерево. Ну, где мы тусуем? Ну, ты посмотри, это уже переходит за четверть карты. Это уже очень огромная карта. Класс. Да, конечно, можно было бы летать здесь на обычных лютинах, это прямо изменило, это реально удваивает карту сразу же в размерах. Это сразу становится самой большой картой, которая есть. Хотя, может, это и есть самая большая карта. Кто-же знает. Ну, где-то я читал, что, типа, или это самая большая карта, учитывая вот эти вот миры, или это почти самая большая карта. Ну, чё-то типа того. Так. О, это руна. Нет, давай золотаем руну как положено. Ракататон, ты собака. Допа на этом дезмоде. Вот так вот. Ну, чтоб добру не пропадать зазря, делаем хорошие дела. Да и урон, конечно. Очень много крови. Это, конечно, прям безусловный кайф. Кстати, а сколько у меня хоть в целом крови-то? 9200. Супер. Да, гачи прямо в этом красном биомчике обитают не кисло. В очень большом количестве. Прям в очень большом количестве. ну-ка, давай пробуем. Ну, здесь уже точно. Вот это я сейчас упрося в карту. В край карты. Да, вот на край карты. Я в него упираюсь. Ну, потому что видно, что там уже ничего не застроено. Вроде как какие-то деревья посадили, но это так, чтобы было видно. И вот получается тоже край карты. Но там и логично край карты. Вон там не край карты. Ужасно. Надо все-таки ускорялки брать. Ну, погнали. В следующий мир пойду ускорялки точно буду брать. Вот так, кстати, более наглядно видно, как выглядит карта, где что-то построено и просто пустыри. Понятное дело, они это не стали делать, чтобы не нагружать, но прям сразу видно, где скалы и так далее. То есть сразу видно, где что есть, ничего нету. И кстати, походу делаю еще другой биом. Что здесь какая-то другая расцветка. Так вольно. Это у нас в случае не обсидиан. Не кристалл. Просто бывает, что так обсидианчик выглядит. Но здесь тоже как видите немало ресурсов. Кстати, зато я понял, почему богомолы вот где-то отображаются на карте, когда я искал богомолов. Они отображались на карте, но их не было типа нигде. Я их нашел. Я их нашел. Они собственно вот в этой локации находятся. то есть вот вот богомолы вот где-то вот богомол 140 был. Вот богомол 50 вот блин. Вот когда ты не знаешь что как где это это прям безумие какой-то но это конечно прикольно. Разрабам отдельный респект реально. Вот за вот такую продумку это просто как минимум это точно точная четверть карты это как минимум потому что примерно с 10 до 60 доходит координаты по вертикали и слева направо до 50 от 0 до 50 то есть это прям 100% четверть карты то есть если каждый мир постольку то это ну грубо говоря две карты у тебя да а это уже не кисло это уже очень не кисло это разные уровни это прям да классно прикольное место просто камешки и куча цветов ну давай посмотрим жаль цветы не лутаем очень жаль ну что поделаешь ну а с другой стороны цветы с могил собирать грешно хе-хе-хе-хе-хе а выглядит это примерно так как говорится от хороших новостей к грустным но зато цветочки растут это хорошо так ну что погнали до дома конечно впечатление от карты бомбезные прям вот такого я не ожидал увидеть то есть во-первых я не ожидал увидеть что такое возможно то есть разные миры и благо все дела уже сколько раз я говорил об этом это во-первых во-вторых такие масштабы что немаловажно это конечно это конечно да а знаете что а я лучше попрощаюсь с вами вот в таком красивом месте реально клевое место на крайне мере впечатление было именно отсюда больше всего все остальное это что-то уже было видено а здесь это да что-то новое вот это же клевая карта красивая реализация мало каких-то то есть много пустоты то есть такое ощущение что это просто практически заготовка да то есть каких-то монументов таких-то мало чего-то мало но если бы здесь можно было летать на летнах масло-масляное понятно вот но здесь можно было бы строить и так далее но здесь есть вот такие летучки которые на которых можно летать после чего ты уже задумываешься а может здесь и реально можно построиться и нормально будет вот как-то так не знаю может написать конечно свое мнение об Асгарде что здесь как здесь и так далее но у меня сложилось очень хорошее впечатление об именно данной локации она же собственно отдельная карта ну а там уже конечно как говорится всем спасибо за просмотр не забывать подписываться на канал ставить лайки и делитесь моими друзьями на это все всем удачи всем пока всем счастливы добра всем пока не забывайте